Я помню этот день, как мы нас подняли на третий этаж, и было очень много народу, и мы такие испуганные, смотрели на это все, не знали, куда идти, зачем нас сюда привели. Мне запомнилось больше всего, как я познакомилась с новыми ребятами, и у нас был первый звонок, вот это то, что мне больше всего запомнилось. Там очень было так ярко-красочно, и вот именно вот, когда мы пришли только в первый класс, нам показывали спектакль, было интересно, и мне хотелось учиться дальше, до старшей школы и так далее. У тебя несли с колокольчиком? Да, несли с колокольчиком, это мне больше всего запомнилось. Мне он запомнился тем, что прозвучал первый звонок, было красивое представление, и то, что мы все пошли на свой первый урок, то, что у нас была, по-моему, Наталья Николаевна, или как так звали учительницу, я ее запомнила, и у нас были первые самые интересные уроки. Я ничего не понимала, потом мы через месяц уже все поймем, и все вот так. Ну, я его помню так, что мы шли по дорожке, как бы, вот, мы сидели в одном помещении большом все вместе, там был какой-то спектакль, после него все пошли, и мы, как первоклассники, ну, вот, шли по коридору нашему, и нам все хлопали, а потом одиннадцатиклассники, ну, мы сели в наш класс, к нам пришли одиннадцатиклассники, которые, ну, заканчивали школу, и они там дали нам книжки, мы поразговаривали, потом мы пошли гулять. Первый день в школе я, Светлая Романовна, у нас была другая учительница, и она начала знакомить меня со всеми. Первый мой друг в школе стал Ксюша и Оля, они стали начать со мной дружить, и мы играли на догонялки, было так весело, я почти сразу прижилась. Ну, то, что я, ну, вот, первое, ну, познакомился, это Викбор. Он был очень ярким, позитивным, мне очень понравилось. Мне понравилось дарить цветы нашим новым учителям, и вот этот учитель нам прослывал полчетверти. Ну, запомнилось то, что я всегда держалась со своей подружкой, потому что мы с ней знакомы были еще до школы, и я не хотела потеряться среди этих всех людей. Мы старались держаться вместе. Ну, смотрите, у меня первый день в школе запомнилось, когда вот это, ну, когда я впервые пришел, мне сразу запомнилось, я зашел в класс, это мне было еще, ну, наверное, 6 лет, я только подготавливалась к школе, вот, зашел в наш класс и увидел макеты какие-то. Мне они очень понравились, и я хотела тоже такое сделать, вот, это мне больше всего запомнилось. Я пришел и сразу познакомился с Артемом, потом мы пришли, там было представление, первый класс. Это было 8 сентября. Мне больше всего запомнилось, как я играла с Сабиной. Мы были новенькими и сели вместе, и я этот месяц очень хорошо дружила с Сабиной. Именно в Азмаге я пришла во втором классе, ну, мне запомнились учителя, то, что класс очень чистый, все очень, да, ну, хорошо, атмосфера была очень добрая, хорошая. Мне было как-то так уютно. Там распределяли страны, когда нам досталась Англия, и мы думали, что будем делать. Знакомство с новыми друзьями и знакомство с учителями. Мне запомнилось, как я пришла в школу, первая со мной подружилась с Сабиной и Ксюшей, а потом Ксюшу ушла. Мне больше всего запомнились, а ребята как одни меня приняли. А как они тебя приняли? Они не сомневались, очень много общались, разговаривали, все показывали. Я помню то, что в первый день в школе я хотела с Саней, Канай, но не домой поспать. Ну, не хотелось ни в школе. Я думаю, что это страшно, но оказалось весело. Уроки тогда были славненькие. Не так, как сейчас. Сейчас напор стал бы больше. И сейчас становится все хуже и хуже. Оценки катятся сверху вниз. Сейчас становится ужасно. Да, да. Первый класс был веселый и увлекательный. Друзья, наверное. Ну, как Анастасия Илья навела окружающие чтения. Как мы заняли второе место на турнире по футболу с классом. И все. Я уже ничего не помню. Позже. То, что у нас проводили всякие игры, и они были настолько интересными. Как, например, игра по станцам. Еще в конце всех четвертей, вот, ну, полугодий, вот, трайвом, ну, да, дискотеки. Это было очень весело. Наверное, футбольный турнир. Мне запомнилась дискотека, которая была перед новогодними каникулами. Остались самые сильные Ксюша, Даня и я. Мы танцевали до последнего. Сколько мы танцевали? Три часа? Ну, меньше. Ну, два часа. А можно насчитать то, что был в лагере? Да. Я был в первом классе в лагере, в принципе, на четыре недели на месяц. С Ислана Романа и Юлией Анатольевны. Мне там очень понравилось. Мы на море были, мы жили в отеле, мы были все здесь. Ну, запомнился в футбольный турнир, когда мы играли против другой школы. Наверное, то, что много кружков, много друзей, все изменилось. А как я пришла в эту школу? Ну, за эти четыре года больше всего мне понравилась поездка в Грецию и лето в школе, как мы играли в футбол очень часто. Я с Сергеем Юрьевичем познакомился. Это, наверное, смешно, но да. А что именно было смешно в вашем? Нет, я не имею в виду то, что смешно, когда я знакомилась. Просто смешно, то, что я так сказал. Ну, не знаю, он такой человек хороший, веселый, всегда поддерживает. Ну, вообще, все учителя поддерживают, ты веселый, но не знаю. Мне запомнилась Сашина фраза. То, что если ты родился на границе, то где твоя родина? Такая была фраза. Наверное, мне еще запомнилась продленка одна, когда я осталась совсем одна. И меня должен был забрать папа после командировки. Мой класс. Он очень веселый. С ним будет смешно в любой момент. Да, 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 именно так. За эти четыре года, за все, мы выиграли турнир с мальчиками по футболу. Ну, не выиграли, заняли второе место. Все плакали, когда мы проиграли в финале 3-0. Какой-то парень сыграл рукой, я не знаю, почему. Вот, точнее, судья. Наверное, как-то я в следующем классе выиграла. И, ну, про это, и еще, и когда я впервые поехал на 3 месяца в Крым. Мне очень запомнились лагеря. Я не знаю. Когда, наверное, я праздновала свой тот день рождения, было очень много подарков. И, ну, там, пицца. Ну, что еще? Самый, когда мы, я и команда выиграли первое место в, как это называется, забыла, в стендах, в рефератах, хотя мы 4-й класс. Это был Олег и Ника еще, да. Я раздумяю школу. Почему? Потому что было весело, и выступать было здорово, совсем не страшно. Ну, запомнил, как мы делали английский театр первый раз, когда был мой, перед родителями. Моя самая мечта, чтобы люди не делали друг другу слайд и общались. Я хочу, чтобы, наконец-таки, был мир во всем мире. Моя самая заверная мечта стать актрисой. Поехать на АЕ-3. Это фестиваль игр. Наверное, вырасти и создать большую-большую клинику темерную. Если я поступлю в бизнес-сколу, и если я там буду, то сдать все, сдать все, отдать. Аликсир молодости. Ну, моя самая заверная мечта. Я бы хотела стать президентом. Потому что я бы тогда сделала экологию намного чище, и во всей стране не было ни браконьеров, ни плохой атмосферы. И все выжили бы. Ну, уж знаете. Ну, скажи мне еще. Ладно, сестренка. Ага. Я бы хотела жить в двух измерениях. Гениально. У меня рука, она могла разряжать порталы между мирами. Я могла бы ходить между мирами, у меня было бы много друзей, и еще я могла бы летать. Попить очень много. Я лично не мечтаю. Я не скажу. Ну, какая-нибудь, которую можно озвучить. Придите, я не могу. Давай, давай, давай. Магии. Мечтать актрису. С классом занять первое место в умоле. Купить машину. Финансовые? Материальные или нет? Какое хочешь. Ну, наверное, чтобы все были здоровы. Ну, вообще, я бы хотел и материально что-нибудь, и чтобы все были здоровы, чтобы рак, к примеру, исчез. Вот. А если материально, к примеру, я хочу какой-то цели в жизни добиться, которая будет приносить доход и так далее. Какая это цель? Ой, я и футболистом хочу стать, и художником, и, блин, и космонавтом, когда-то хотел стать. И, не знаю, бизнесменом, в трансферном рынке. Много чего. Чтобы никто никогда не болел в моей семье. Поздравиться, следить, любить. Быть веселым, богатым, счастливым, умным. И быть бизнесменом. Да, кататься на коньках. Не знаю, наверное, хорошо учиться. Ну, я не знаю, мне кажется, я среди класса, более гибкая такая. Мой талант в том, что я все позитивная, то, что я очень активная, то, что я очень, как сказать, я очень все время выносливая. Мой талант мастерить и придумывать это все быстро и смотреть, любить и видео, как это сделать. Это танцевщица. Обожаю танцевать. Я умею играть на пиани. Я хорошо... Хороший математик. Я хорошо знаю немецкий. Я умею... Ну, не знаю, петь. У меня хорошее чувство и умею. Наверное, рассказывать стихи и там легкая атлетика, в чем-то такое. Ну, я хорошо иду. Ну, у меня хорошо получается играть на сцене, в паралях. Ну, я люблю читать и рисовать. В том, что я очень хорошо играю в футбол и в том, что я очень хорошо знаю математику. Мой талант в танцах. Я хорошо танцую, у меня получается. Мой талант, потому что я очень красиво рисую, очень даже красиво пишу. Я очень люблю танцевать и тоже неплохо танцую. Ну, я впаривать умею хорошо. Хороший талант в жизни пригодится. Ну, если бы в школе, то, наверное, у нас было три урока. Английский театр, русский и танцы. А если бы ты вообще его могла провести как угодно, даже без школы? Тогда бы я гуляла со своими друзьями и позвала кого-то из своих друзей в школу в гости. Свой лучший день бы привела в отдыхе, то есть, ну, там, не танцевать, ничего. Я бы сидел дома, лежал на диване, играл, позвал бы друзей, и все было бы хорошо. Скобочки. Устал в 11.30, поел бы пасту Болоньезе, поиграл в приставку, поехал бы в аквапарк, сходил в кино, пообедал пиццей, потом бы пошел в джакузи, потом бы пошел в джакузи, потом... Потом были господи. Я сидела дома на диване, и делал все, что я купил. Мой идеальный день бы прошел так. Я бы жила в пламенике в лесу. Когда я гуляла по лесу, я бы нашла волшебную палочку и очутилась за кого-то. Я бы поехала кататься на лыжах и на сноуборде куда-нибудь в город. Ну, я поспал и телек посмотрел. Я хочу, чтобы были все мои любимые уроки. Но еще был бы какой-то праздник, а потом мы долго-долго бы гуляли. А если бы вообще можно было без уроков? Ну, в школу не хотеть. Тогда бы я бы собралась с тем-классом и мы бы пошли куда-нибудь, в какой-нибудь парк аттракционов или куда-то еще. Я бы спал целый день. Ох, я бы целый день играла в футбол с мамой, с папой и с Гошиной. Думаю быстренько. А, все, придумал. Сделать так, чтобы ко мне в квартиру пришли все мои животные, которые у меня есть. А это Мэйн-Кун, кошка, собака, ну, и рыбки. Все. Вот, хочу, чтобы они все были у меня в квартире. Играться с ними, вот. Потом, чтобы они начали говорить. И, например, ну, я не знаю еще, что придумать. Ну, вот. Как раз, в реальный день с семьей куда-то поехать, на какой-то отдых, за город, купаться, сделать какой-нибудь пиклиник, возможно. Я не знаю. Я бы, не знаю. Начало бы первую половину дня я посидела с семьей и прочим. Потом пригласила кого-нибудь из самых близких своих друзей. Ну, вот. Игра в футбол. Я бы пошел в Макдональдс и кушал на завтрак, на обед и на ужин. Ну, еще бы я пошел в аквапарк, в парк аттракционов и в кино. Сначала бы я проснула им двенадцать. Потом пошла бы кулять часа на четыре. А потом бы пошла в магазин. Он у меня уже был. Когда я получила много хороших оценок. А потом еще была суббота и воскресенье. Мы их тоже круто провели. Мы пошли в магазин. Потом, когда я спала в городу, я долго не спала ночью. Я с ноги могла разговаривать, смотрели фильмы. Это было чудесно, незабываемо. Я бы его потратила на помощь бездомным животным, на благотворительный фонд. Детям, в больнице. Помогла бы тому, кому по-настоящему нужна помощь. Ну, я бы вложила в банк под проценты. И, не знаю, что-нибудь. Соматологию открыла. Или потратила еще с какой-то пользой. Может, родным чем-то помог. Может, дом построил родителям-загерам. Ну, не знаю, что-то такое. Или выложила бы в какую-нибудь компанию, например, выложил. Сот тысяч долларов, а теперь лям-долларов. Часть денег потратила на благотворительность, и часть денег оставила себе. Я бы его потратила на собственный дом. Я бы поехал на какой-то аронимный островок. Там бы отдохнул. А потом я вернулся бы. Какую-нибудь компанию создал по защите животных. И остальное я бы положил в банк под проценты. Я бы накупила себе платье. Я бы, наверное, купила себе хороший дом. Я бы часть раздала бедным. И я бы хотела построить такой дом большой, в котором все бедные могли бы питаться и жить. Я бы купила себе огроменный дом. Я бы раздал все долги и разбитил себя. Спасибо, Максим. Наверное, бы отвела настроение клинки и оборудование. Я бы его подрелась. Я бы его дала себе дом или в комнате приеду. Я бы купил яхту и виллу в Америке. Первое. Я бы отдала на благотворительность детям. Второе. Я бы подарил всем своим родителям по машине, например. Четвертое. Там смог помочь бездомным животным. И пятое. Я бы всем подарил по хорошему смартфону. В будущем. Вообще, вот сейчас тебе бы достался миллион дом. Сейчас я бы построила большой-большой дом. Потом... Потом... Потом купила всем родителям, себе и всем родственникам все самые крутые гаджеты. А еще отремонтировала бы всю школу. Ну, я, наверное, немножко денег потратила... Немножко. Немножко. Ну, так. Ну, немножко денег потратила на благотворительность. Как самый благодетельный мэн. И я еще на свое удовольствие, на родителей, на еду, на все остальное. И немножко потратила на машину. Ну, примерно 1200, совсем чуть-чуть. Скромненько так. Судово бы компанию заработал еще и откладывал на пенсию. А то в России мало пенсию платят. Это, сзади, у нас кризис в стране. Летать. Ну, это не оригинально. Ну ладно. Я помогла управлять огнем. Суперскорость. И в эту суперскорость входит все. Скорость, регенерация, быстрое движение. Короче, все. Почти все. Назвестит скорость. Летать. Сила. Превращаться в других людей. Не видимся. Вагина, скорее всего. Я бы могла летать. Вот это очень сложный вопрос. Ну, вообще, в принципе, мне в супергоровах нравится Железный Человек, Человек-булк и так далее. Но, наверное, скорость или... Ну, что-то такое. Не знаю. Может быть, либо исчезновение, либо телепортация. Я бы летала. Наверное, летать. Я бы могла делать порталы, и я умела бы летать. Ты доктор Стрэндж. Он умеет летать, и он умеет открывать порталы. Другие измерения. Прекрасно. Я бы умел хорошо играть, и я бы был умным. Ну, и хорошо считала математики. Наверное, летать. Телеки Нойс. Почему? Мне очень нравится, когда вот это... Мне тоже хочется как-то, знаете, такой... Закрываешь глаза вот так, а потом представляешь себе эту комнату, и двигаешь там, например, этот стул так, или человека. Я бы становилась с маленьким умником на стуле. И стал... Много кушать и не толстеть. Об этом мечтают многие. Хорошая суперспособность. Комедия и режиссер Диана, наверное. Комедия. А режиссер? Режиссером, не знаю, может быть кто угодно, но была бы, наверное, комедия. Режиссером, мне кажется, была бы я, а это, наверное, была бы комедия. Типа «Ёлки пять». Комедия. Режиссером был бы либо Слай Романом, либо Анастасия Играновой. Это была бы комедия и режиссера «Полина». Он был бы режиссером, наверное, учитель, например, Анастасия Играновой. И он бы был какой-то загадочный. Я думаю, что бы он был в стиле комедия. Режиссером была бы Евгения. Режиссером была бы я, а жанр он был бы, ну, как опера. Фантастика, я бы хотела бы, чтобы вы были режиссером. Ну, как комедия и режиссер бы был... Ну, Даня, скорее всего. Ну, режиссером была бы Слай Роман и Анастасия Играновой. А жанр... Ну, комедия, боевик, драма, вот из этого. Боевит. Комедия. А кто мог бы быть режиссером? Либо кто-то из учителей, либо кто-то из учеников. Ага. Комедия или режиссером был бы, наверное, Марк. Он смешно придумал бы. Ну, наверное, Добрая комедия. И режиссером бы был, например, ну... Ну, например, Слайна Романовна. Это была бы комедия. Режиссером была бы я. Это был бы 100% боевик, потому что мы всегда заранее. Мы ссоримся практически каждый месяц. Ну, это точно. Мы ссоримся, а потом снова дружим. И... А кто бы был режиссером? Ну, кто, наверное, нас больше всего знает? Это Светлана Романовна. Была бы комедия, режиссером был бы я, главным героем был бы я. Я уже говорила, что мы бы запомнились, и мы бы вошли в историю, как комики всех времен. Душа. Самое главное в жизни не деньги, а дружить, общаться и никому не желать вам. Доснить своих целей. Дорогу. В жизни самое главное жить и не останавливаться на всех моментах, которые тебя обижают. увидеть много нравного и интересного, чтобы твоя жизнь не была скучной. Самое главное в жизни это семья, мама, папа, родные, близкие и ты, твое здоровье. Конечно же, родственники любят меня встретить своего кумира. Не знаю. Ну, я бы не деньги, но семья, наверное. Жизнь. Ну, наверное, любовь. Ох, как, ну, для меня мнало, что главное, к примеру, добиться своей цели, чтобы родные, ну, бывает, когда друг друга ненавидят в семье, есть такие цели, к примеру, чтобы всегда было взаимопонимание, чтобы я добился своих целей. Наверное, любовь, семья, близкие люди, мама, папа, трёх, братья, сейчас я не раз вам всех перечислю. Ну вот. Да, наверное, и счастье жизни не сравнивать себя с уровнем какого-то другого человека. ты сам хорош такой, какой ты есть. Самое главное в жизни, ну, самое главное в жизни это семья, родители, близкие. Больше шуток не придумал. А тут и не надо, тут серьёзно. И, ну, учёба, в общем, всё, что для тебя важно. не нужно. Самое главное в жизни это любовь. Ну, пожелания классу, чтобы все были здоровыми и счастливыми. Ну, чтобы у нас класс стал более ещё дружнее и всё. Я желаю, чтобы мой класс стал таким же дружным, чтобы у меня было больше друзей и все нашли себя хорошей работой и хорошей семьей. Чтобы всё было хорошо и вся отличная часть. Наверное, быть более дружелёнными, более такими сплочёнными и чтобы не разделялось на мальчики и девочки, а мы были все вместе. Чтобы наш класс был более хорошей командой и ну, и не ссорился внутри класса и всё. я хочу, чтобы мы стали не такими шумными, чуть-чуть подружили с другими обращались и чтобы было всё у нас хорошо и мы никогда не ссоримся. Ну, чтобы всё было хорошо, чтобы всё было успешно, чтобы выигрывали почти везде. Ну, чтобы все добились целей, чтобы у всех было всего, о чём они мечтают, будут мечтать и возможно уже будет, примерно, ну, вдруг, даже если я не пожелаю, может, вот, чтобы у всех всё было хорошо, никто не болел, ну, всё. Учитесь на хорошей оценке, пусть будет самый крутой класс. Моё пожелание класса в будущем быть более собранным, совместным, чтобы мы были одной командой и оставаться такими же весёлыми и непозитивными. Желаю классу успехов, удачи, всего самого лучшего, удачи в личной жизни, денег, хорошей работы и полина. Пускай у каждого будет она. И классно бы я хотела пожелать всем отличной учёбы и пусть всё будет хорошо. Быть дружинка. Классно. Я пожелаю всем быть в дружбе и никогда не в дружбе никто ни с кем не ссорился. Чтобы все выросли хорошими людьми, поступили в хорошую работу, никто не был бомжом и чтобы все были хорошие. Чтобы не болели, не умерли, не попали в дружбу. Я бы хотела, чтобы никто не спился из ребят, чтобы все жили дружно. Я хотела бы очень сильно, чтобы всё-таки мы как-нибудь после того, как окончили бы школу, могли бы связываться, потому что после школы не факт, что мы попадёмся в один университет и вообще не факт, что все закончат школу, потому что мало ли кто задержится в классе во второй год. Хотелось бы, чтобы были все разумными и очень любили своих родителей. Скажу вопрос, что самое главное в жизни? Я начинаю. пару секунд. Я ещё не буду паспи. А вообще если... Подожди, не открывай окно, тогда свет падает и ты в темноте. Если будет банально, то семья. Но на самом деле семья это главное, но сейчас я в дни найду что-нибудь поглавнее. Ну не карьера, знать много незнакомых слов. Дяд, я это всё помещу. Зачем? Вот вы думаете наивно, что я это буду вырезать, а это вы в фильме увидите. Я вижу. Честно, мне приходят плохие мысли в голову, но это не плохое как-то это слишком... Куда ты ушла? А? Не станет. Стой, да куда ты... Надо спасать ситуацию. Спасай! Главное держать рядом Даню. и ставить Сашу наоборот. Что бы ты сделал, если бы у тебя был один миллион долларов? Странный вопрос. Нет, у тебя минуты. Марк, что самое... Итак, Марк, что самое главное в жизни? Получать 5 по математике. Идти вырасти сами Сашу на ворота. Я не знаю. Ну, ставить Сашу на ворота это важно. А, и мессистру, которая знает английский, это тоже важно. И которая изучает пропуск. А если серьезно? Ну, не знаю, Даня либо на ЦП, либо на ФРВ. Да, ты серьезно? Что самое главное в жизни? А когда у тебя не будет рядом Саша, Даня, вы не будете играть в футбол? Будет Ваня! А как бы ты провела свой идеальный день? Я Заня. Что? Можно по-русски? Если бы ты был супергероем, то какая у тебя была бы суперсила? Еще более странный вопрос. Когда смотрю на улицу, у меня такое ощущение, что мне задают тупые вопросы, или я тупой? Нет, это вопросы такие. Так, наверное, летать. А если бы она шабль. падала. бы она падала. Саша! Что? Что больше всего запомнилось за эти четыре года? Самые яркие воспоминания. Вот это и войдет. Не надо. Это будут смешные дубли. Не знаю. самый гениальный ответ. Ну, должны же быть какие-то яркие воспоминания за четыре года. Я гениально отвечаю. Сейчас мне надо подумать. Главное в жизни? Ходить в военные походы и заниматься рукопашкой для силы духа. И еще надо иметь при себе ненужные штаны, чтобы можно было спокойно играть в футбол. Потому что часто бывает то, что в появляется дырка и заставляют носить джинсы. Поэтому надо иметь ненужные штаны. Спасибо. Теперь тебе придется вспомнить самый первый день. Нет. Давай, Макс. Ладно, я помню то, что первый день в школе я хотела саникам не домой поспать. Не хотелось ни в школе. А изменилась что-то за 4 года? Ничего не изменилась.